Две команды с разных полюсов турнирной таблицы. Хозяева Динамо Киров ведут борьбу за первое место, а алтайская дружина пытается взобраться выше десятого. В этом поединке могло быть два исхода. Чудо от аутсайдера, либо разгром лидера. Случился второй вариант. Встреча завершилась крупной победой хозяев 5-0. В конце первого тайма барнаульцы остались в десятером, а в последние 10 минут игры еще одно удаление получила алтайская команда, чем самым полностью убив интригу игры. Мы не смогли нанести ни одного удара за первый тайм. Хорошие контратаки были у Динамо Киров. Могли еще забить. Ну а третий гол с пенальти, у меня вызывает сомнение, пенальти. Я считаю, что там очень спорный момент. Мы смотрели в перерыве. Ну а уже когда пошло удаление, мы остались в меньшинстве и пропускаем четвертый гол. Возможность реабилитироваться перед болельщиками у нашей команды будет уже завтра, 6 сентября, на стадионе Динамо. Белоголубые сыграют с Екатеринбургским Уралом. Начало встречи в 17.30. Если у белоголубых сезон в самом разгаре, то бордово-оранжевый футбольный клуб «Темп» в эту субботу проведет заключительный домашний матч сезона. Зрители увидят в барнаульское дерби. В соперниках молодежка «Динамо», которая сейчас не проигрывает уже 6 матчей. А «Темп» – лидер турнирной таблицы. Начало поединка в 19.00. Дмитрий Дроздов. День с толком.